За прошедшие сутки вагнерцам удалось перерезать дорогу 00506 у поселка Хромово, где сейчас и проходят бои. Скорость продвижения за последнюю неделю очень высокая для данного сектора, в среднем по полтора километра в сутки. Это говорит о неспособности ВСУ оказывать сопротивление на этом фланге, что привело к оперативному окружению гарнизона города. Кроме атак на Хромово, вагнерцы пытались пробиться к селу Богдановка. Наступление там оказалось безуспешным и на данном этапе битвы за Бахмут не является приоритетным. Так как вагнерцам достаточно обустроить оборону у Верховского водохранилища, чтобы обезопасить себя от контратак с севера и затем продолжать наступление. Далее дороги 00506 в направлении села Ивановское, ближение с которым обеспечит все более плотное окружение. В вчерашнем выпуске, ссылку на которую вы можете найти в описании, подробно рассмотрена ситуация на флангах Бахмута. Перейдем к Сватовскому направлению. После взятия под контроль нескольких небольших населенных пунктов на левом берегу Оскола, поселка Двуречное, российские войска пытаются полностью вытеснить противника с этого берега реки, чтобы обезопасить фланг и в комфортных условиях наступать на левобережный Купенск. Что в свою очередь отсечет одну из главных артерий снабжения ВСУ на этом секторе фронта. Кроме продвижения села Гряниковка вдоль реки, войска РФ пытаются наступать с села Лиман Первый для установления контроля над лесными массивами и максимального сближения с Купенск. Продолжаются тяжелые пехотные бои. Параллельно идет наступление на село Синьковка с востока. Очевиден замысел командования РФ. Купенцы его коммуникации как главная цель. На другом фланге этого сектора, в Кременских лесах, по обе стороны реки продолжаются очень тяжелые пехотные бои, без преимущества какой-либо стороны. ВСУ удалось стабилизировать фронт после отката от Кременной и села Деброва. После Бахмута это место самое тяжелое по интенсивности боев и их тактической сложности для обеих сторон. В целом, кроме Бахмута, можно сказать, что фронт устойчив и у обеих сторон не хватает сил и средств для кардинального изменения ситуации в свою пользу. С инициативой РФ от Донецка до Сватова и полной заморозкой действий в Заморожской и Херсонских областях. На этом прощаемся с вами. До следующего выпуска. Субтитры создавал DimaTorzok